Добрый вечер. События, происходящие в стране, мы сегодня обсудим с представителем парламентской оппозиции, с вице-спикером парламента, исполнительным секретарем по СРМ Владом Батричи. Добрый вечер, господин Батрич. Добрый вечер, Юля. Начнем мы наш разговор с болезненной темы. Сегодня Наре приняло решение о том, что с 1 октября один куб газа для бытовых потребителей будет стоить 29 леев, 26 банов с учетом НДС, что больше даже высокого текущего тарифа на 27%. Таким образом, изменение формулы 30 на 70 ушло в никуда, конечный потребитель в итоге заплатит даже больше, ибо уж очень большая разница была между реальной закупочной ценой и ценой, включенной Наре в тариф. Власть, как мы помним, призывает не спекулировать на тему дополнительных переговоров с Газпромом, на тему пересмотра цен. Сегодня депутат ПАС Радумарян уже заявил, что правительство пойдет по пути увеличения в два раза бюджета компенсации по сравнению с прошлым. Годом в свое время блок коммунистов и социалистов заявлял о разработке антикризисного альтернативного плана. О нем мы еще поговорим, а пока отталкиваясь от реальных условий, когда дополнительные переговоры с Газпромом не вариант, какой выход из положения видит оппозиция в лице блока? Как можно в этой ситуации помочь гражданам справиться с газовым временем? Это самый главный вопрос, как помочь гражданам и как гражданам выживать в условиях той власти, которая пришла на громких обещаниях, на обещании того, что в том числе и газ подешевеет, в том числе и продукты питания подешевеют, зарплаты, пенсии вырастут. Власть заручилась абсолютным большинством в парламенте, 63 мандата, президентура, правительство, контроль над юстицией, прокуратурой, консоном, судом, СИБом, на сей репрессивной машиной. Но при этом все время им что-то мешает, и все время они говорят, что ни одну из значимых проблем не могут решить. Да, потому что война в Украине, потому что тяжелое наследие и так далее, и так далее, и тому подобное. И, конечно, в этих всех условиях единственный выход – это, конечно, смена этой власти. Мы уже понимаем, уже четко видим, даже после вчерашнего рассмотрения, вот мы не довели в правительстве, мы видим, что ничего, кроме идеологии, геополитики, да, и разжигания какой-то ненависти мы не услышим. Возвращаясь к газу, к НРЭ. В первую очередь, НРЭ – это структура, которую надо категорически ликвидировать. С этой инициативой мы вышли в парламент. Мы считаем, что полномочия расчета тарифа запросто можно передать запов правительства в одной из министерств, Минэкономики, например. Потому что это одна из тех структур, которая существует, опять же, из денег налогоплательщиков, да, и которая обходится в десятки миллионов леев. Это огромные несоразмерные зарплаты. Так кто содержит НРЭ? Ну, они, Де Юра, они содержатся из тех отчислений, которые делают энергетические топливные компании. Но энергетические топливные компании, они также говорят, но это очень поверхностный подход. Потому что доходы этих компаний, которые содержат НРЭ, формируются из кармана граждан. То есть в том или ином случае, но та же нефтяная компания топливная, она просто включает в тариф, в цену одного литра бензина или солярки, включает содержание НРЭ. Поэтому это одна из тех структур, которую категорически надо ликвидировать как можно быстрее. Что касается тарифа на газ, который они просчитывают, ну, понятно, что тут надо плясать не от конца, надо плясать сначала. Что правительство нас громко заверило, что они заключили выгодный контракт с «Газпромом» на условиях республики Молдовы, я подчеркну, я помню вот эту компанию, да, в социальных сетях, все эти многочисленные баннеры «Молдова», «Фили-4», «Вемгаз», «Вемконтракт». Я помню, что оказалось, что представители правительства даже доминировали в переговорном процессе. Ну, хорошо, почему нет? Они власть, они правительство, пусть добиваются. В итоге мы накапливаем долги, и НРЭ формирует цену ниже. Вопрос не только в долгах. Вчера премьер-министр солгала в парламенте, заявив о том, что вот это предыдущее правительство, оказывается, создало условия для повышения цены на газ, то есть через какую-то непонятную методологию. Да причем здесь правительство, когда это все, эта вся формула расчета тарифа, она включена в контракт. И то, что было подписано с «Газпромом», да, туда львиная доля тарифа образуется, исходя из рыночной цены. То есть, если другие государства заключали долгосрочные контракты на более выгодных условиях, где большая часть – это стабильная цена, то в контракте для Молдовы большая часть формируется из рыночной цены. Суть сводится к чему? 30 на 70. С 1 октября должна была форма измениться, и 70 на 30. Но в итоге мы все равно будем платить больше, несмотря на то, что цена как бы снижена, с учетом того, что у нас есть тарифные отклонения и долги. Конечно, очень сложно рассуждать данную тему, исходя из риторики правительства, потому что любой разговор, который пытаешься вести на эту тему, что нужны профессиональные переговорщики, что нужно находить методы переговорного процесса, так как это делают другие страны в нашем регионе, в том числе и те страны, которые имеют долгие и длинные контракты, как та же Австрия, как та же Германия. Или как Венгрия, которая, являясь частью Евросоюза, являясь членом НАТО, тем не менее Венгрия нашла возможность для переговоров. Но каждый раз, когда мы пытаемся об этом говорить, сразу же одинаковая риторика, риторика просто затертая до дыр, что вот кто-то хочет, чтобы мы поехали в Москву и там унижались. А кто им говорит, что в переговорном процессе надо себя, самого себя унижать. В конце концов, это коммерческое отношение, в конце концов, в этом и состоит роль политики, дипломатии, в том, чтобы находить сложные решения в непростых ситуациях. Зачем нам тогда власть, чтобы они объясняли, что ничего не могут сделать? Ну как, будут компенсации. Как вы считаете, в какой мере правительству удастся справиться с энергетическим шоком? На парню, у которого вообще непонятно, откуда вообще хоть какой-то может появиться опыт для решения подобных вопросов, который очень любит комментировать те вещи, которые явно превосходят его уровень знаний, опыта и не говоря уже о компетенции. Когда он возглавил комиссию по борьбе с инфляцией, это вообще выглядело очень забавно. Вы что-то, кстати, поняли по итогам работы этой комиссии? Мы отказались участвовать этой комиссии по одной простой причине. Они абсолютная власть. Получается, что специальная комиссия должна рассматривать те решения, которые принимает постоянная комиссия, в которую входит и этот же гражданин, и который возглавляет его товарищ господин Алайба. Соответственно, если у них вся полнота власти и комиссия постоянно, зачем создавать какую-то специальную комиссию, в которую вошли тоже же они? Но это все такая мемация процесса, имитирование какой-то деятельности, которая абсолютно бесполезна. Если надо говорить о борьбе с инфляцией, то надо, во-первых, привести профессиональных людей во власть, в том числе и в министерство. Во-вторых, разработать четкий план. И, в-третьих, этот план реализовать, в том числе и с контролем цен на рынке. Как это делают, кстати, вполне европейские, вполне либеральные по своему уставу государства, которые ввели механизмы, инструменты регулирования цен. Мы предлагали десятки законодательных инициатив, которые они даже не рассматривали, отметали. Наталья Гаврилиев сказала, что они популистские. Но они просто сами себя загнали в ловушку, потому что мы вышли в парламенте и пояснили каждую инициативу. Те инициативы были введены Польшей, Румынией, Болгарией и другими европейскими странами. Польша, допустим, облегчила налоговое бремя на товары агропродовольственного рынка. И тем самым, через снижение налогового бремени, позволило появиться на рынке более дешевым продуктом питания. Это сделал целый ряд стран. Ну, а поступление в бюджет отдали, как жить? Когда вмешали в цену... Вот. Очень хороший вопрос. Такой же вопрос задала и Наталья Гаврилица. Только в отличие от вас, Юлия, вы журналист. Она, как премьер-министр, должна смотреть на эти вопросы более глубоко. Это не наносит прямого ущерба бюджету по одной простой причине. Это меры, которые стимулируют экономику. Так, вот, инициатива конкретная. Да, мы предложили освободить на 50% от актива и НДС. Да, с одной стороны, это может нанести, да, вот сегодня определенный урон бюджету. Но, с другой стороны, это делает твою экономику более конкурентоспособной, твои товары более конкурентоспособными. Запускается экономика, и бюджет получает налоги, но с экономической деятельности. Не залезая в карман людей за последними грошами, не идя по пути банкротства, бизнеса и сельского хозяйства, а через деятельность бизнеса и сельского хозяйства. То есть, вот так сделали, кстати... Ну, с логикой ясна, даже не экономистов. И Польша, которая так же может сказать, потому что большая часть беженцев с Украины, она пошла в направлении Польши. И Польша может сказать, что у нас вот тут на границе такие драматические проходят события. Но, тем не менее, они сумели адаптироваться к этим вещам. Румыния, которая тоже может так же сказать, но, тем не менее, были приняты антикризисные мероприятия. В нашем случае мы не видим антикризисных мероприятий. И, отвечая уже все-таки на ваш вопрос весьма предметный, что в два раза будут увеличены выплаты. Вот здесь еще, да, вот как наш коллега Петру Бурдужев вчера показал... Вчера вам было сказано, да, вы никогда не правили во время войны. Я просто искала эту цитату. Вот Петру Бурдужев вчера вернул господину Гросу вот этот его предмет с двумя стаканчиками. Когда ты в виде налогов собираешь людей за счет повышенных цен и тарифов больше денег, и кусочек этих денег ты даешь и людям на помощь. И при этом ты из себя строишь благотворителя. Вы покажите реальный экономический рост, вы покажите реально новые деньги. А просто через увеличение денежной массы за счет налогов вы делаете вид, что вы помогаете людям. И при этом помогать будут людям социально уязвимым. Но когда речь идет о такого рода тарифах, не только социально уязвимые категории населения, там, как пенсионеры, многодетные семьи и так далее, становятся уязвимыми. Медик, педагог, сотрудник предприятия, журналист, к примеру, да, он не относится к категории социально уязвимого населения. Но с тем уровнем заработной платы, который есть, он не сможет себе позволить, этот человек, оплату столь высоких тарифов. И, соответственно, все те, кто медик, педагог, журналист, которые будут оплачивать такие высокие тарифы, из них солидный кусок в виде налога придет в бюджет, и они оттуда будут помогать пенсионерам и при этом делать себя благотворителями. Но ведь Вячеслав Янице привел очень конкретные цифры, доходчивые, да. Три четверти населения Молдовы будут не в состоянии оплачивать тарифы. Да, мы понимаем, что сложная ситуация. Но я помню, в период пандемии, когда не было протоколов, не было необходимых медицинских препаратов, оборудования, кислородных аппаратов в достаточном количестве, когда искали, когда нигде невозможно было купить маски, когда было очень сложно. Я помню, как юродствовали вот эти ребята, будучи в оппозиции, бегали по больницам, делали какие-то интервью, брали у медиков, чтобы показать, как сложно в системе. У них не было никакого снисхождения. Мы тогда тоже говорили, а давайте консолидируемся, а давайте объединим усилия. Вы же тоже граждане этой страны, вы тоже депутаты. Зачем вот это вот там найти какого-то парня, который там является практикантом, да, скорой помощи, чтобы он сказал, какая у него маленькая зарплата. И на основе вот этого материала, я помню, что все медики, но мы медикам реально подняли заработные платы. Пришли эти ребята, никаких повышений заработной платы медикам нет. В общем, с одной стороны, парадоксальная ситуация, тратить мы будем больше, а покупать мы будем меньше. Абсолютно верно. А из тех налогов, которые будут платить люди, покупая эти товары, правительство будет часть этих налогов направлять на какую-то адресную помощь населению и строить из себя великих благотворителей. А надо было запускать экономику, а надо было прислушиваться к нами, надо было запускать сельское хозяйство. И сегодня мы бы не зависели так от импортных товаров. Ну, откровенно было сказано госпожой премьером, что экономика будет стагнировать, готовьтесь. И тем не менее, как вы считаете... Они предложили даже экономить, вы слышали? Да, неоднократно. А мы вчера им четко сказали, да, это нормальное обращение к населению, что надо экономить в период кризиса. Но почему вы не покажете премьер? Вы создаете новые министерства, вы создаете новые должности, вы повышаете бюджеты Министерства иностранных дел, к другим министерствам, к конституционному суду лояльному, к президентуре. Так покажите, начните с себя. Давайте сэкономим, вернем с госканцелярии эти 230 миллионов лейна, которые был повышен бюджет. Есть священное европейское направление, и на него можно бесконечные деньги запускать. Мы не можем тратить лишь... Плюс еще, это деньги европейских партнеров, это небюджетные деньги, неоднократно приходится слышать. Если говорить о штате... Неправда, неправда. Это речь идет только по одной единице госсекретарей, да? Да, именно так. И то, мы еще не видели этих денег в структуре бюджета, поэтому давайте мы выйдем. Но новые министерства, повышение бюджета президентуры, конституционного суда, других ведомств, Министерство иностранных дел, большие суммы, все эти деньги явно не от партнеров. То, что приходит сегодня от партнеров, это не перекроет дефицит бюджета даже на 20%. Ну, опираясь на факты, в какой мере правительству удастся все-таки справиться с энергетическим шоком? Именно так это называет тот же Вячеслав Иоаннецкий. Мы вчера воспринимали, да, как оппозиция, мы же прекрасно понимали, что вот у меня доверие, да, когда у тебя нет голосов, да, у них 63 мандата, люди им дали 63 мандата. Но для нас это была возможность проэкзаминировать правительство, задать вопросы. Мы вчера не получили четкого ответа ни на один из вопросов, ни на одно из предложений мы не получили ни разу четкого ответа. Мы услышали только огульные обвинения. Виновата оппозиция во всем, понимаете. Оппозиция такая, оппозиция сякая. А при этом, ребята, у вас вся полнота, вся полнота власти, и вы ничего не можете придумать. Поэтому, к сожалению, Юлия, отвечая на наш вопрос, мы не видим оптимистичного сценария, при котором данное правительство справится с кризисом. Они не пытаются, не воспользовались, да, вот ему недоверие, для того, чтобы попытаться перезагрузить правительство, привлечь людей непартийных, людей, которые обладают антикризисным каким-то опытом, которые управляют какими-то данными, обладают, которые обладают командным ведением. Они не восприняли это как возможность какого-то национального диалога. Они закрылись в своей партии и воспринимают враждебно все, что идет из вне партии. Мы еще вернемся к вотому недоверия. Есть пара нюансов, которые хочется обсудить. Но все-таки вот свой вклад в разрешение проблемы. Партия Шор, как и коммунисты, увидели в непосредственной встрече с депутатами Российской Госдумы. На предмет газовой темы в том числе. Социалисты же не участвовали в этой делегации. Ну, по крайней мере, об официальных встречах ничего не известно. Почему? Ну, давайте так. Оппозиционная партия из Молдовы встретилась с оппозиционной партией из России обсудить газовый вопрос. Ну, любая попытка диалога лучше, чем отсутствие диалога. Но, тем менее, можем вам сказать, не ссылаясь на источники, что в данном случае инициатива диалога, да, и диалог должен проводиться на высоком политическом уровне, на уровне власти. Госпожа Мая Санду лично, которая в предвыборной кампании, очень красиво заявляла, что при Додоне дорогой газ, она будет, и когда вести переговоры более дешевым. И когда и правая пресса там условно задала вопросы, а как госпожа Санду, вы что поедете в Москву, это же там Россия, это зло, она ответила, что я буду вести переговоры от имени молдавского народа и для интересов молдавского народа. Великолепный ответ. Ну, почему в кампании она заявляла это, а придя во власть, она не пытается вести переговоры. То есть переговоры должны проходить на уровне власти, и переговоры должны происходить от, в том числе, от имени правительства. В данном случае... Ну, вы знаете ответы на этот вопрос. Это экономическая единица. Господь, пускай общается с дочкой Молдова-Газ. В Российской Федерации мы тоже год назад, у нас была официальная встреча, именно официальный визит в данном случае. Мы поднимали этот вопрос, мы получили четкий ответ. И было даже заявление господина Козака о том, что да, услышали аргументы, приняли аргументы, но аргументы были недостаточными. В том числе и с точки зрения того, что в этот момент господин Спену вел переговоры. То есть в данном случае у нас было доброе, и есть доброе намерение помочь стране и людям, потому что мы сегодня не говорим о космосе. Мы говорим о том, что страдают люди, а не Майя Санду или кто-то из ее правительства, которые будут получать хорошие зарплаты. Соответственно, мы готовы предпринимать усилия, но вот я вам говорю, официальная реакция на официальное обращение, что в данном случае аргументы, предоставленные оппозиционной партии социалистов, недостаточны. Соответственно, что должна делать оппозиция? Оппозиция должна требовать от власти вместе с народом решать проблему, не рассматривая ее сугубо геополитически и в идеологическом ключе. Переговоры не всегда бывают открытыми, переговоры бывают техническими, профессиональными, но надо искать решение нормального долгосрочного контракта. Если они не знают это как, и они боятся самостоятельно как-то решать этот вопрос, пусть обратятся к своим европейским коллегам, которые сумели успешно провести переговоры и имеют хороший плотный долгосрочный контракт. Ну, было вмешательство Ангела Меркель непосредственно, как мы помним, в октябре прошлого года. Мы не видели только декларации, мы не присутствовали при мероприях, мы не видели протокольных встреч, мы не видели официальных заявлений. Мы хотим видеть официальные заявления, официальные источники. Не хотят учиться просить опыта у венгров, пусть попросят опыта у австрийцев. Пусть попробуют... У нас есть наш опыт. В августе прошлого года был шанс, приезжал господин Козак, и можно было решить ряд важных вопросов, однако этого не произошло. Нам сложно понять, почему, Юлия, потому что показания наших властей постоянно расходятся. Вот эти путанные декларации о том, что то власть заявляет о том, что у них хорошие переговоры, то говорят о том, что переговоры под давлением политические, то господин Спыну и Майя Сандо четко говорят, что никаких политических условий, политических каких-то закулисных требований не было. Очень сложно здесь ориентироваться и как-то это комментировать. Солидный переговорщик, который уважает и свою страну, и себя, и сторону переговоров, он никогда не будет так эмоционировать и менять показания в зависимости от погоды на улице или от каких-то других переговорных процессов. Держи свою линию. Кто обвинит Майя Сандо, даже говоря о Западе и о том, что Майя Сандо абсолютно лояльно Западу, летает в самолете с секретарем НАТО и так далее. Кто ее обвинит в том, что она общается в данном случае с предприятием «Газпром», если она будет говорить по поручению молдавского народа и во благо молдавского народа, что это какое-то предательство? Нет. Это работа на благо своих граждан. Нет. Какой-то однобокий взгляд на вещи создали какую-то свою риторику. Суть в том, что недавно выяснилось, что никто ничего не требовал взамен на самом деле. Это гипотетически предполагает госпожа президент, что может случиться именно так, а не иначе нас попросят по меньшей мере. На данном этапе, к сожалению, не оппозиционные партии должны вести подобные переговоры. Этим должна заниматься власть. Это одно из ее предвыборных обещаний. И это ее обязанность по закону. Другими словами, поездка делегаций из партии ШОР и одного представителя партии коммунистов вы назвали, если не популистским шагом, то пиар-акцией определенной. Я не назвал популизмом. Другими словами я сказал. Я, к сожалению, не вижу в этом всем финального результата. Потому что я знаю, какой будет ответ. К сожалению. А в остальном я сказал, любой диалог хуже, чем отсутствие диалога. Вот тогда так. Каковы на текущий момент у партии социалистов отношения с российскими партнерами? Власть перманентно обвиняет социалистов в том, что они действуют по методичке Кремля и упрекают в отсутствии четкой позиции по отношению к российской агрессии. Власть нападает на оппозицию из своей слабости. Они не готовы признавать свои какие-то ошибки. Они не готовы открываться. Я же привел конкретные примеры. Десятки наших инициатив, которые правительство Наталья Гаврилица дало негативная виза. Их нельзя было рассмотреть в парламенте. Это опыт европейских стран, их партнеров. Конечно, мы им об этом уже сказали в пленуме. А до этого мы зарегистрировали эти инициативы. Они их отклонили. Это очень хороший опыт. Польша, Румыния и других стран. В данном случае нападать на нас, если говорить об отношении к Украине. Я вчера заявил об этом в парламенте. Да, мы до этого не делали никакой рекламы из этого. Но с 24 августа за два месяца мы с нашими коллегами из районов, в том числе и те районы, все районы на границе с Украиной, там практически везде наши коллеги, социалисты возглавляют районы и местные администрации. Помогали беженцев. Мы два месяца принимали беженцев. В том числе и здесь, в столице, помогали примарии вместе с примаром, с муниципальным советом. Они ждут четкое осуждение российской агрессии. И мы не пянулись. Мы очень четко сформулировали. Что касается ситуации. В целом, как нашу оценку, мы ее дали неоднократно. И мы сказали, что мы считаем эти народы близкими, братскими, связанными историей. В истории было очень много, к сожалению, и конфликтов, и военных, но где-то и они воевали с фашизмом совместно. Да, мы понимаем, что любая война, любую войну необходимо осуждать. Любая война – это по природе зло. Сегодня ни одна из этих стран официально не признала, не объявила войну. Это военизированный конфликт. Конечно, его нужно остановить, может, быстрее. Но мы сказали, и мы призвали, и молдавские власти, учитывая, что мы нейтральная страна, нравится, не нравится, но нейтралитет – это то, что необходимо консолидировать, это то, что нас защищает в этом бурном мире, который угрожает нам. Сильные мира всего меряются и так далее. Идет война за финансовые, за биржи, за рынки и так далее. В этом все мы каким-то образом считаем, что наши декларации очень важны. Мы, как социалисты, как ответственные такие люди, мы не хотим идти в конвейер Аду Марианна и Думитру Алайбы. Мы призвали к миру, и мы призвали все сообщество, сообщество международное, мы призвали к тому, чтобы сосредоточиться на диалоге и на мире как можно быстрее. Более того, я видел, что мы внимательно наблюдали за стамбульскими переговорами, и мы видели, что наметился определенный прогресс, и мы видели какую-то открытость со всех сторон. Что-то происходит после этого, и обнуляются эти договоренности. Мы хотим как можно быстрее мира и добра, потому что это все угрожает и нашей стране. Но мы сегодня зависимы, к сожалению. Но зависимы не только так узко, как это видят Наталья Гаврилица и Раду Мариан. Мы зависимы с точки зрения того, что у нас в собственной стране непростая ситуация. Поэтому мы должны быть очень внимательными к своим заявлениям. Мы должны сегодня взвешивать каждое слово и каждую запятую, призывать к миру и говорить очень громко всему миру о собственном нейтралитете. Развивать собственный нейтралитет, добиваться признания этого нейтралитета всеми международными организациями, в том числе и Совбезом ООН. Но вместо системной, профессиональной, государственной работы нас каждое заседание парламента втягивают в нелепые дискуссии, как будто от декларации одного из 63 депутатов ПАС что-то изменится. Если от нашей декларации что-то бы зависело, то уже давно был бы мир. Поэтому мы смотрим на вещи более комплексные, мы не хотим быть в этом всем хоре просто под пивалами. Мы видим вещи системно, мы готовы участвовать в дебатах по проекту нейтралитета, мы готовы участвовать в переговорах каких-то. Но давайте говорить не о политике вооружения, а о политике разоружения. Давайте говорить не о войне, давайте говорить о мире. Ваша позиция понятна, но тем не менее вам предъявлялись претензии власть в частности. Вы хотели внести нейтралитет в Конституцию, непосредственно прописать в Конституции что означает наш нейтралитет. Не так. Вот так задекларировал Майя Сандус. Зачем закон о нейтралитете, когда это предусмотрено Конституцией? Но если, я не знаю, кто подсказал госпоже президенту именно эту формулировку, потому что с юридической точки зрения это абсолютно нелепый подход. Если так рассуждать, то в Конституции прописаны все нормы, но тем не менее существует сотни и тысячи законов, которые четко конституционную волю расшифровывают и создают четкие механизмы для расшифровки и имплементации конституционных норм. Что касается нейтралитета, это конституционная норма, но под которой нет соответствующего законодательства действующего, которое четко бы регламентировало. Что такое нейтралитет в обороне, в международных отношениях? Что такое нейтралитет в экономике? И нет развития этой нормы. Мы об этом говорили публично не раз, но, к сожалению, нет желания обсуждать это. Это все опять же увязывается и рассматривается в контексте общей каши, которая в головах многих наших политиков. Мы считаем, что такой закон нужен. Мы считаем, что это закон не оппозиции. Мы предложили власти несколько путей. Если их смущает то, что закон о нейтралитете, который расшифровывает конституционную норму, это... Там участие российских миротворцев, в институте, там все звучало. Любой из этих пунктов может быть рассмотрен, пересмотрен, утвержден, не утвержден. Мы даже предложили более. Если власть считает, что такой проект должен быть от их партии, мы готовы участвовать в рассмотрении их проекта. И готовы голосовать за него, если этот проект будет отвечать всем нормам и принципам. Не вопрос здесь, кто будет являться монополистом развития понятия нейтралитета в законодательстве Республики Молдова. Мы здесь должны быть очень ответственными. Этот законопроект, он для страны, он для народа, а не для одной или другой политической партии. Да, в тех условиях, в которых мы сегодня живем, для Молдовы существует немало рисков. И мы должны их избежать. И хорошее законодательство, хорошая работа дипломатии по развитию этого и признанию этого законодательства может помочь стране. Но мы помним этот скандал. Вы предложили ограничить сотрудничество Молдовы с НАТО, другое военное взаимодействие, приняв закон о нейтралитете. Мы говорили о том, что нейтральная страна в целом не может взаимодействовать ни в каких военных мероприятиях вне пределов страны. Законопроект ваш запрещал участие молдавских военных в учениях НАТО и других военных блоков, ограничивает заключение международных договоров в военной области. В нем говорится об отказе от любых форм сотрудничества с военными блоками, недопущении размещения на территории страны иностранных военных баз, учебных, исследовательских и так далее центров. И также содержится в проекте законный запрет на использование территорий и воздушного пространства страны для военных действий против других государств. Абсолютно. И параллельно с Украиной, к сожалению, очень много военных конфликтов. И в этом всем Республика Молдова не претендует на чужие земли, на чужие конфликты. Мы не претендуем на роль регионального лидера, не говоря уже о мировом лидере. Мы хотим четкие гарантии того, что Республика Молдова не будет использована в чужих политических играх. А если завтра договорятся... Да, но у вас там пункт Приднестровья был исключен. Пункт Приднестровья мы готовы обсуждать с коллегами из парламентского большинства. У нас нет. Это лишь проект. Это лишь проект, который предлагается для обсуждения. Это не является окончательным текстом. По Приднестровью мы сказали, что есть необходимость в полноценном всестороннем политическом урегулировании этого конфликта. И слава богу, что у нас сегодня мир. У нас сегодня единое экономическое пространство. Большое количество компаний в Приднестровье зарегистрировано в Кишиневе, действует в Кишиневе. Благо, есть свободное передвижение транспорта, людей и так далее. Это маленькие. Есть хорошее взаимодействие между Министерством здравоохранения Молдовы, к примеру, и соответствующей структурой из Приднестровского региона. Установлены коммуникации. Надо сказать, что экономические и социальные связи развиваются. И это правда. И замечательно. И в этом всем нужно всеобъемлющее урегулирование, которое устроит всех. Равные гарантии для всех граждан Республики Молдова. Равные гарантии для всех граждан, которые сегодня проживают в Приднестровском регионе. Для того, чтобы все люди чувствовали себя свободно, достойно в своей стране. Все участвовали в выборах. Все были представлены во власти. И наш единый народ, потому что у нас один народ, и семьи, и так далее, чтобы все работали на развитие государства. Конечно, с нашей точки зрения это можно сделать только в контексте обеспечения нейтралитета. Потому что страшилок очень много разных. Есть несколько видов пропаганды на наших берегах Днестра. Но надо всех гарантировать в том, всем обеспечить гарантию того, что никто не будет использован в каких-то геополитических и военных играх. И с этой точки зрения нейтралитет дает ответ. Если говорить о российских войсках сегодня, или о миротворческом контингенте, который является раздражителями, используется сегодня в разного рода политических заявлениях. То этот вопрос должен был быть решен в рамках объединения берегов Днестра, в рамках объединения страны. Того самого политического, всеобъемлющего, мирного урегулирования. Мы можем копаться сколько угодно сегодня в причинных конфликтах. Мы можем еще 30 лет потерять в разговорах об этом процессе. Нам нужен профессиональный юридический план. Мы с вами заговорили о рисках. Вернемся потом к первой части моего вопроса. Пока попутно завтра состоится заседание ВСБ. Будут обсуждаться риски, связанные в том числе или в частности с объявлением частичной мобилизации президентом Российской Федерации, референдумами. Как вы думаете вообще, к какому выводу, к какому итогу может прийти это заседание? Ну, конечно, мы наблюдаем за эскалацией этих военных действий, которые проходят сегодня совсем рядом с Республикой Молдова. Конечно, сегодня это давление чувствуем все мы, все граждане. Конечно, эти вопросы граждане нам задают постоянно. Не будет ли чего-то плохого. Мы очень хотим верить в то, что всем хватит мудрости, выдержки, терпения, понимания и, конечно, политической зрелости к тому, чтобы не втянуть Республику Молдова ни в один из потенциальных сценариев. Еще раз повторюсь, Молдова не претендует на чужие территории. Молдова всегда была дружественным государством по отношению к Украине, по отношению к России. И там и там наши граждане и близкие. Мы очень надеемся, что сегодня Молдова не будет использована ни в чьих политических играх. Конечно, что настораживает. Но созыв Высшего Совета Безопасности президент Майосанду осуществил, не находясь даже в стране. Находясь в этот момент на переговорах, мы видели все эти фотографии с ее американскими партнерами, с генеральным секретарем НАТО. Мы понятия не имеем о том, что там обсуждалось. Но находясь еще там, географически, территориально, Майосанду созывает ВСБ здесь, в Кишиневе. Соответственно, мы очень хотим надеяться, потому что верить здесь трудно, в том, что мы не будем идти по пути каких-то планов, которые потенциально создают угрозы нашей стране и нашим гражданам. Выход сегодня для Республики Молдова – это не участие ни в чьих абсолютно играх. И для меня здесь в абсолютно равном статусе являются все столицы. И Вашингтон, и Москва, и Киев, и Бухарест, и все другие. Мы же не просили ничего для себя. Мы просим лишь гарантии мира в нашей стране. И все-таки, дабы завершить российскую тему, какие на текущий момент у партии социалистов отношения с российскими партнерами? У нас установлены, это не секрет, установлены взаимоотношения официальные на уровне соглашений с партией «Единая Россия», с партией «Справедливая Россия». У нас переговорный процесс был с КПРФ. Единственное, с кем мы не имели отношения как партия – это ЛДПР. Сейчас осуществляются контакты? Конечно, очень сложно в этой ситуации говорить о каких-то контактах, о каких-то совместных мероприятиях. Мы же реалисты, не будут проходить сегодня какие-то мероприятия межпартийного характера и так далее. Соответственно, сегодня мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем. Сегодня мы занимаемся нашей ситуацией в Республике Молдова. Нам очень важно уберечь страну. Дальше ждем, как можно скорее, диалоги мира. То есть в этой геополитической ситуации контакты сошли на нет? Просто надо понимать. Межпартийный контакт, конечно. Хорошо. А какой партия социалистов видит перспективу вообще взаимоотношений Молдовы и России? Были разные периоды в истории. К примеру, в начале 90-х украинские силы поддержали, допустим, кого-то в Тирасполе. Были периоды, когда было огромное напряжение между Молдовой и Россией, между Молдовой и Украиной. Были периоды, когда отношения между государствами были гармоничны. Я почему говорю об истории? Все было. И поэтому очень хочется как можно быстрее, чтобы была найдена формула диалога и мира. И очень хочется вернуться к добрым отношениям между Молдовой и Россией, Молдовой и Украиной. Еще раз повторюсь, или может быть это звучит очень наивно. Но у нас интересы и там, и там. Наши граждане и там, и там. Мы не хотим выбирать. И давайте не будем тоже прятаться, что называется, за палец. Нам в любом случае нужно будет решать вопросы энергетически. Говоря об энергетике, здесь может быть применен только один метод. Мы должны приобретать энергетику и технологии там, где они дешевле. Но если лидер, экс-лидер социалистов настаивает на том, что с Россией, я цитирую, необходимо дружить, даже в условиях после 24 февраля, то пока от социалистов мы не слышим подобных разговоров. Читайте заявления социалистов, слышите эти заявления. Мы неоднократно говорили о том, что и российский народ, и украинский народ, это наши друзья, это наши соседи, это наши близкие. И мы, молдаване, не разделяли никогда эти два народа. И поэтому мы не хотим, чтобы нас ставили перед выбором. Политики, ситуация, история, она очень диалектична, очень изменчива. Мы не хотим выбирать между Ильей-Еля. Нам в данном случае с этой точки зрения ближе концепция внешней политики Армении. Армяне четко ответили на этот вопрос. Они говорят, мы не хотим выбирать Иль-Еля, мы выбираем ИИ. Вот это очень хорошо проходит в республике Молдавра. Но речь же идет не о дружбе народов, господин Батронич. Речь идет о официальных представителях. Должны быть межгосударственные контакты. А как нет? Нет, но за войной придет мир. Конечно, должен быть государственный контакт. Конечно, Россия является серьезным партнером республики Молдова. А кто это не признает? Кто это не понимает? На этом мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Мы снова в студии, продолжаем разговор. Рассмотрим еще один вопрос, интересующий не в последнюю очередь ваших избирателей. Невооруженным глазом видно, что партия коммунистов периодически поддерживает протесты партии ШОР. В это воскресенье коммунистов не было рядом. И тем не менее, ПСРМ предпочитает отдельные, самостоятельные, тематические протесты. В этой связи, возможно, возникает вопрос о разногласиях в блоке коммунистов и социалистов. Блок скорее жив. Как он функционирует и как планирует функционировать? Расскажите, пожалуйста. Все просто. Это парламентский блок. В соглашении парламентского блока четко сказано, что каждая партия сохраняет свою идентичность, сохраняет свои мероприятия, подходы, но координирует свои действия в парламенте. Что касается парламентской координации, мы сработались довольно быстро у нас практически. Нет противоречий, но могут быть какие-то ситуативные вещи вокруг того или иного законопроекта. Это нормальная история. Но в целом, как правило, 99% законопроектов и наших парламентских мероприятий у нас есть общий подход. В том числе вчерашняя мутюня, вот он недоверие, она прошла за подписью депутатов блока. Но мы, конечно, наблюдаем и видим, что они периодически участвуют. Периодически не участвуют в мероприятиях партии ШОР. Они люди свободные. Их свободу никто не ограничивает. Но мы, как крупная партия, мы считаем себя крупнейшей партией, хотя бы с точки зрения количества членов партии, с точки зрения нашей представительства в территориях. В том числе, конечно, большинство местных властей Республики Молдова – это наши товарищи, коллеги, социалисты. И мы, как крупнейшая партия, конечно, имеем свою поиску дня. Мы поддерживаем любые формы демократических, мирных, адекватных протестов. Мы разделяем цели протестов, потому что мы сегодня понимаем, что беспокоит людей. Но партия социалистов, конечно, своя поиска дня. У нас большой опыт протестных мероприятий. Но, конечно, мы действуем соразмерно с ситуацией, действуем в тех ситуациях, которые есть. В этом году у нас было проведено 68 протестов, пикетов. Были и большие мероприятия в поддержку Стая Ногла, в поддержку Игоря Додона. Мы активно участвовали в проведении, не просто проведении, а в организации мероприятий 9 мая. Что касается осени, мы заявили о том, что протесты должны быть национальными. Мы считаем, что в этой очень непростой ситуации ни одна партийная повестка дня, или повестка дня ни одной из партий не отобразит и не решит всех тех проблем, которые есть. То есть вы не видите логики в присоединении к массовым протестам партии Шорка? Нет. Мы заявляли о том, что протесты не должны инициироваться национально одной партией. Они должны быть инициированы по согласованию широкого фронта партий, независимо от их идеологии, каких-то геополитических устремлений. Сегодня главный вопрос – это как защитить страну, обеспечить ней мир, накормить людей, помочь людям преодолеть кризис, помочь людям накормить свои семьи и, конечно, запустить экономику, обеспечить социальные программы. Здесь необходимы общие усилия всего политического класса. Тех, кто может и в состоянии предоставить стране адекватный план мероприятий. И в том числе заставить власть идти по этим мероприятиям. Если власть не будет принимать эти мероприятия, то уже будет большой проблемой власти. И, соответственно, остановить и устремление власти к монополизации. Политики, медийного рынка, к монополии над консольным судом, к монополии над Центр-Избиркомом. К попытке реформировать прокуратуру так, чтобы она управлялась телефонным звонком. То есть есть системные вещи, проблемы, беды нашей страны, которые требуют системного решения. Поэтому мы сегодня находимся в серьезных переговорных процессах. Поэтому мы сегодня понимаем, что необходимо выработать национальную повестку дня, а не лишь повестку дня одного или того политика. Мы не хотим политики вокруг соцопросов. Мы хотим политику вокруг национальных проектов, которые дадут ответы на самые серьезные вопросы. Поэтому такие, такого рода протесты, они должны носить национальный характер. Они не должны быть инициированы или манипулироваться одной лишь политической партией. В остальном пусть люди протестуют. Мы разделяем цели протеста. Но мы говорим о плане, мы говорим об организации, мы говорим об эффективности. И об объединении людей, Юлия. Потому что, давайте скажем честно, мы все говорим о том, что у нас очень разделенное общество. Но при этом никто не пытается говорить об его объединении предметно, конкретно, вокруг чего оно должно происходить. Мы считаем, что такое объединение должно происходить вокруг дискуссии, вокруг национальных идей и вокруг того, что может нам позволить не только сохранить страну, но и у Молдовы есть потенциал. А сформулируйте, пожалуйста, что может или что должно являться национальной идеей Республики Молдова. Ну, это консолидация людей на построение собственного государства. Это то, каким мы хотим видеть свое государство через 10, 15, 30, 40, 50 лет. Это то, какой мы хотим видеть систему образования, систему медицины. Тоже административно-территальную систему. Потому что сегодня так называемую университетскую реформу провели в односторонних порядках, вообще не спрашивая людей, не консультируясь ни с педагогическим составом, ни с академическим сообществом, ни говоря уже о студенческих профсоюзах и так далее. То есть создаем миллиарды лишние на госаппарат, но при этом убиваем университеты. Вот сегодня админреформа, территориальная реформа, мы знаем, что есть рабочая группа вне пределов Республики Молдова. Мы хотим, чтобы административно-территориальная реформа была осмысленна, согласована и реализована в Республике Молдова. И причем с широким вовлечением всех заинтересованных лиц, общества. Мы сами должны решить, какой мы видим организацию Республики Молдова. То есть есть большое количество вопросов, в том числе и та же самая юстиция. Мы понимаем, что не всегда те лекалы, которые предлагаются, и мы об этом говорим, и Венецианской комиссии, и другим партнерам, что реформы должны нести улучшение системы для молдавских граждан, для нашего государства, а не служить одной политической партии. То есть нам есть что обсуждать. Вы посмотрите, как прошли наши последние выборы, и президентские, и парламентские, без дебатов. Мы звали на дебаты по экономике. Давайте поговорим о чем-то другом, кроме геополитики. Давайте поговорим о чем-то другом, кроме пропаганды, и кроме этой технологии ненависти. Давайте поговорим, какой мы видим эту экономику, каким мы видим сельское хозяйство. Ни одних дебатов нормальных не состоялось. Компания президентская, она прошла просто в атмосфере всеобщей ненависти. Ну, слушайте, собственно, к этому все и шло. Это абсолютно логичное развитие событий, потому что мы разделены по геополитическому признаку. К этому шли, старались все власти. Мы помним и карту Румынии, мы помним общение с Москвой, портреты Путина. Это одна сторона, другая сторона объединения и так далее, и Европейский Союз. И делать вид, что вы к этому не причастны, не стоит. Я не говорю, если я не пытаюсь сейчас позиционировать, либо позиционировать нашу команду, партию, что мы абсолютно во всем правильные, корректные и так далее. В действиях любого человека, любого организма, партии и так далее есть вещи правильные, позитивные, есть какие-то ошибки. Поэтому мы можем сколько угодно ковыряться в истории. Но мы говорим сегодня. На текущий момент, что вы назвали бы своей главной ошибкой? Может быть, двумя-тремя ключевыми ошибками? Почему партии социалистов не удалось остаться у власти, и сегодня в качестве оппозиции она не имеет пока такого влияния? Это очень сложный вопрос, Юля. Это, знаете, тема отдельной передачи, потому что я бы не хотел, чтобы мы уходили в абсолютно партийный вопрос. Но когда работа над ошибками произведена, ответить можно на это очень четко. Есть, конечно, кадровые, наверняка, ошибки, которые партия допустила. И эти ошибки были не только у нас, но и, если говорить о нашем непосредственно результате, или о тех ошибках, за которые нас наказал электорат. Где-то, хочу вам сказать, помимо кадровой политики, одна из ошибок. Мы не уделяли внимания пиару и технологиям, а сегодня без этого невозможно. Сегодня надо делать вот так. К сожалению, мы не хотели это принимать, но это сегодня как данность. Надо заниматься самопиаром больше, чем непосредственно работой. Потому что если мы много сделали для сельского хозяйства, для регионов, для районов, если мы немало сделали для медицины, то мы мало об этом говорили, кричали, и мало инвестировали времени и усилий в рекламу тоже. Но мы видим сегодня, как четко работает вот эта махина, сотни неправительственных организаций, какие-то проекты, какие-то личности, технологи за спиной, и президента, и других, которые огромное внимание уделяют продвижению и рекламе. Вот мы этим, может быть, занимались меньше. А в конечном итоге наши оппоненты где-то чаще оказывались более крикливыми, более шумными, более заметными. То есть, конечно, есть какие-то ошибки, но мы говорим сегодня об эволюции, а не об ошибках, и о том, что необходимо… Ну, эволюция в вашем случае – это исполнительный комитет, пять членов, никакого лидера. И в данном случае, насколько это действенная форма? Уже прошло определенное время, и можно сделать какие-то выводы. Конечно, у нас общество традиционалистское, где люди тянутся к тому, что есть лидер, есть сильное лицо, которое все решает, которое все разруливает, которое на себе тянет непосильный груз. В период сегодняшней Республики Молдова и вот этих технологий, очень часто грязных, нечестных, очень много лжи, манипуляций, людям надо учиться работать в команде. Мы верим в коллективный разум, мы верим в то, что решения, сложные решения могут быть выработаны только усилиями всей команды, всего общества, всей страны. В данном случае, что касается партии социалистов, мы сегодня проживаем сложный период. Мы сегодня об этом не говорили и не будем говорить, уже говорено. Мы проходим сложный период, когда главной угрозой для страны власть видит не собственные ошибки, не собственные недоработки, отсутствие видения команды и открытости, а видит оппозицию. И сегодня, да, это десятки уголовных дел, это преследование, это слежка, это прослушка, это медийные скандалы, это медийное сопровождение безапелляционное. У нас сегодня огромное давление, вы знаете, и да, все знают случай Игоря Додона, несправедливое отношение и к нему, и к его семье, но все знают случайистая ногла, да, и его абсолютно неадекватный подход, который применился по его устранению с должности, хотя он до сих пор формально является генпрокурором. Но, конечно, это не все случаи. Большинство членов нашей команды проходит вот эти месяцы, вот этот прессинг, но мы именно командными усилиями выстраиваем работу таким образом, чтобы команда была функциональнее, чтобы мы помогли территориям, чтобы мы удержали команду, удержали фракцию, чтобы мы что-то выстроили. Вот мы очень много работаем по антикризисному плану, по тем мероприятиям, которые партия должна предложить, потому что людям уже нужна не только критика, они еще и хотят понять альтернативу, а что предлагает партия, которая претендует на власть. Сегодня в команде мы сумели преодолеть ряд кризисов, не все, еще ежедневно мы получаем сюрпризы, но в команде мы учимся работать и создавать в том числе и какие-то продукты. И мы считаем, что это важный опыт не только для партий социалистов, это опыт для всей страны. Потому что что толку, что у нас так много партий, 50 с лишними, так много лидеров, и вот эта вся социология, вот эта вся мышиная возня вокруг опросов, кто сколько процентов покупает, продает и так далее. Что с этого толку, если все эти лидеры не умеют консолидироваться для решения каких-то общих вопросов и общих задач. Поэтому команда, это очень важно. Об общей температуре в партии социалистов я не могла не спросить, потому что сегодня присутствуют единственные представители оппозиции, непосредственно партии социалистов. Поэтому, конечно, хочется знать, как идут дела. Тем более, вот в свете протестов, мы с вами вернемся к этой теме, вы неоднократно слышали упреки в свой адрес, в том, что вы не выводите людей на улицы. Почему вы не считаете нужным этого делать? Мы выводили и выводим. Я говорю о массовом протесте. Но что послужит толчком серьезным к тому, чтобы партия социалистов пошла по пути массовейших протестов, вывела своих людей? Пока вас обвиняют в малодушии, вы знаете об этом, и ждут помощи, поддержки. Знаете, мы провели сотни протестов в сложные времена. Во времена, когда врывался миллиард, и многие происходили крупные преступления. Вот это строящий зал парламента, а ведь большая часть из них находилась в эти моменты, в том же парламенте, в разных альянсах за евроинтеграцию, нахотелось в правительстве, в должностях. А мы годами протестовали. Я помню, и наш палаточный городок, и мы продержались очень долго, и прошли большие протесты. И мы, партия социалистов, в 2019 году осуществила те самые революционные мероприятия. И мы фактически вывели страну из-под тотального контроля одной группировки, возглавляемой Владимиром Плохотниковым. И если бы не 35 депутатов-социалистов, которые выстояли как один, тогда тоже многие говорили, там уже 10 купленных, перекупленных. Дрогали. И так далее. Все 35 как один. Из 26 депутатов тогда правого блока АКУ, почти никогда не голосовало все 26. А 21, когда 22, то, что у них всегда находились разного рода деятели, которые реагировали на разные телефоны и звонки. У нас никогда ни один товарищ наш не дрогнул. Поэтому мы проходили сложные времена. И те, кто обвиняет наш малодушие, должны иметь на это хотя бы сколько-нибудь вес и авторитет и показать, собственно говоря, свою силу духа, свои лидерские качества. Вы же помните, что свою силу духу и лидерские качества показали послы, и это называли революцией послов. А если бы не они, то ничего бы не случилось. И от Плохотюга бы не избы. Те, кто так говорят и дают такие оценки, они понятия не имеют о том, что происходило. Это их вольная интерпретация и в отсутствии сколько-нибудь ясных представлений о том, что тогда происходило. Да, тогда находилось несколько послов в зале парламента. Но был человеческий фактор. Многие рассуждают, много же философии, комментаторов-то много, что там сложные договоренности были и так далее. Возможно, посла США. Мы все помним в офисе Демократической партии их бесед с Плохотнюком. Да, но если бы не было единения в том темном зале, если бы не были люди, которые взяли на себя нагрузку, потому что можно умничать, но что прошли те люди в тот вечер. Вы же, может, не знаете. Отсутствие света, колонки, присутствие послов. Были события, подождите, Юля, но были события еще до этого бессвета и после. В несколько ночей и так далее. Были бомбтехи, была полиция, были угрозы депутатам. Было очень много событий. И в ту же ночь, когда были выписаны мандаты на арест, подготовлены опергруппы, и не было оперативников готовых в МВД и прокуратуре, многие отказывались. Набирали из таможни. Это было столько событий, о которых комментаторы понятия не имеют. Я говорю о человеческом факторе, о том, что тогда люди сделали. И пытаться умолять это. Но выйдите, покажите. Тем не менее, люди хотят действий. И мы это понимаем, это наша обязанность как оппозиция. Действия были, действия есть и действия будут. Если говорить о массовости, мы говорим, четко определили те критерии, какими будут эти мероприятия. Это мероприятие должно быть национального характера, они должны объединить разных людей, разные силы. Это должны быть мероприятия с качественной, серьезной, народной повесткой дня. Все это будет, я не так сказал, больше, чем нужно говорить. И, слушайте, мы не хотим и не будем ни перед кем оправдываться. Мы знаем, куда мы ведем людей и зачем мы ведем людей. И те, кто нас обвиняют, пусть обвиняют, пусть говорят. Ну, хорошо. Так вот, может быть, подытожить. Я даты, пароли, явки и так далее называть не буду. Я не прошу вас называть даты, пароли и явки. Я спрошу вас, возможно, несколько высокопарно и пафосно. В чем партия социалистов видит миссию оппозиции в данной конкретной ситуации, в это кризисное время? На что способна оппозиция в рамках закона? Мне казалось, что мы об этом говорили всю передачу. В первую очередь, партия должна, оппозиционная, должна обнажать все ошибки, ошибки власти. И должна указывать на это рукой. И мы это делаем каждый день. Показывает это пресса или нет. Увы, не могу сказать, потому что сегодня и общественное телевидение Молдовы УНО подчинено парламенту и превратилось в рупор партийной пропаганды только партии власти. Да, сегодня пресса, к сожалению, те, кто когда-то был очень активен, проводил журналистские расследования и так далее, сегодня молчат. Это их вопросы. Партия об этом говорит. Мы провели под сотню пресс-конференций, брифингов, на которые говорили о проблемах. Вторая роль оппозиции – предлагать решения. Это наши 70 инициатив, большая часть из которых абсолютно профессиональные, согласованные с хорошим опытом других стран и мероприятия, которые не были приняты. И, конечно, роль оппозиции тогда, когда власть не слышит. А, кстати, роль оппозиции. Есть большая часть законопроектов, либо реформ, которые сегодня согласовываются в данном случае и советуются в том числе и разные авторитетные структуры международные с нами, потому что понимают, что у нас больше профессионализма. Ну и, конечно же, роль оппозиции и в протестах, тогда, когда власть не слышит, ее надо приземлить. Да, мы имеем сложную региональную обстановку, но это не будет постоянным оправданием партии власти. Не раскачивать лодку. Да, и будут протесты, которые будут говорить о проблемах людей, которые будут достаточно авторитетны, которые будут достаточно убедительны и заставят власти, и не только власть, но и многих партнеров прислушаться. Ваша точка зрения, в каком случае оппозиция и правая, и левая может объединиться в едином массовом протестном порыве? Если может, конечно. Знаете, если много говорить в данном случае, то ничего не получится. И это те вещи, которые должны озвучивать, опять же, не одни социалисты или не одни правые. Это те вещи, которые должны быть результатом работы коллективной, командной, целого ряда партий. И после этого в каком-то ключе они должны быть озвучены. У нас сегодня большое количество активных людей и в гражданском обществе, и в общественных организациях, и в отдельные члены каких-то профсоюзов, и какие-то, условно говоря, аграрии и так далее. Но люди должны объединиться. В том числе и должен объединиться и тот электорат, который сегодня разочарован. Потому что мы год назад предупреждали людей, но не услышали, не поверили. Но мы предупреждали о возможных рисках. Поэтому сегодня очень важно объединить усилия людей, общества, партий вокруг национальной повестки дня. — Вы сказали о том, что зарубежные эксперты в ряде случаев предпочитают общаться с оппозицией, имея в виду тот факт, что у оппозиции больше опыта или иное видение, близкое. — Может быть, более профессионально. — Может быть, более профессионально. Вот депутаты-социалисты вчера провели встречу с экспертами венецианской комиссии. Они прибыли в Молдову по вашему приглашению, насколько я понимаю. — Ну да, мы обратились с целым рядом писем, экспертизой. Венецианская комиссия находится в Республике Молдова. И по закону о прокуратуре, и по закону о высшей судебной палате, и по закону по кодексу аудиовизуальных услуг. И еще кое-что. — Вчера в первом чтении рассматривался закон о прокуратуре? — Нет, это совершенно другая история. То, что сегодня продолжает делать власть, уже в который раз залезая в основной закон о прокуратуре, для решения каких-то тактических задач своих собственных, это, конечно, очень плохо рассматривается экспертами венецианской комиссии. Есть абсолютно четкие выводы и критические замечания венецианской комиссии после тех скандальных событий вокруг генеральной прокуратуры, вокруг господина Стояногла. Будут и следующие заявления, будут и следующие критические замечания, аналитика. Тем не менее, мы видим, что самое главное в том, что никто не имеет права ситуативно менять закон под самих себя. И, конечно, и политическое изменение состава высшего совета прокуратуры, в которой до июля является независимым органом, и политические изменения в составе высшего совета магистратуры, магистратура судей, которая тоже является до июля независимым органом, блокирование этих структур. Конечно, все это проходит под очень критическими взглядами, в том числе и венецианской комиссии. Да, к сожалению, они сегодня не так громко говорят, как говорили в предыдущие годы. Надо понимать и ту серьезную поддержку, которая была оказана Западом для нынешней власти. Но, тем не менее, есть вещи, которые они не могут игнорировать. И где есть, и та же резолюция Совета министров Европы по Молдову, но и Республика Молдова перешла. Хотя власть заявляла, что выведет Молдову из-под мониторинга Совета Европы, после событий на рынке медиауслуг, и в частности с публичным телевидением «Молдова-1», Республика Молдова была переведена в режим усиленного мониторинга. В любом случае, все эти вещи будут всплывать. В любом случае, многие реформы будут пересмотрены, и надо будет возвращаться к нормальным условиям. Ну да, сегодня, конечно, опять же, власть говорит и с венецианской комиссией, в риторике, вот то, что вчера вы слышали в парламенте. Украина, война, напряжение, мы вынуждены, мы должны, но тем не менее под этим предлогом... Ну и каков итог был вчерашних ваших встреч? Под этим итогом, ну будут, эти структуры, они не работают, что называется, да, оперативно. К какому выводу вы пришли после встречи, понятно, но... В октябре будут сделаны очередные заключения по Молдове, будут даны соответствующие оценки, рекомендации, критические замечания. Мы ожидаем, что они будут профессиональными и будут давать адекватную оценку этим реформам. Ну, вы, мы уже неоднократно с вами говорили в этой программе о том, что оппозиция должна призывать к ответу власть, и вы в качестве вот такого призыва к ответу выдвинули вотум недоверие. Ну, что сказать? Вы сами это знали, да, собственно, понятно было, что вотум не пройдет, он был отклонен или провалился, другими словами. А с какой целью вы пошли на эту процедуру? Вы тоже уже сказали в первой части программы, но вчерашняя сессия все-таки поподробнее, вопросов и ответов. Это первые, потом прения были. Что четко дало понять вам, как оппозиции? Каков взгляд премьера на кризисы и борьбу с ней? Ну, вот почему это было важно? Очень важно. Да, люди дали 63 мандата этой власти. Люди, конечно, во многом разочарованы, но они дали. Люди определили нам наше количество мандатов, мы оппозиции, мы адекватно понимаем, где мы находимся и сколько у нас депутатов. Тем не менее, вот он недоверие показал и вскрыл очень важные вещи. Во-первых, люди, вся республика увидела яркое выступление премьер-министра, полное бравады, полное похвалы в адрес себя и собственных коллег. Ну и аплодисменты мы тоже слышали. Да, но они одна партия, они друг другу аплодируют стояк. Мне иногда напоминают это какие-то мероприятия в Северной Корее, знаете, как долгие продолжительные аплодисменты кому? Самим себе. Вот аплодисменты самим себе, это, знаете... Ну, анекдоты про Брежнева были, вы помните. Это такой... А теперь долгие продолжительные аплодисменты. Именно, ну, это такой КПСС имени Майи Санду. Сами себя хвалили, сами себя аплодировали, но люди вот в этом всем увидели, что оказывается, то есть много поддержки людям, много поддержки сельскому хозяйству, то оказывается, много поддержки бизнесу, хотя в диалоге с бизнесом мы слышим совершенно другую информацию. В диалоге сельским хозяйством, с представителями предприятий мы слышим абсолютно другую информацию. То есть люди увидели, что у правительства все хорошо. Люди услышали, как много денег направляется на помощь им. И, конечно, я думаю, что люди услышали очень много манипуляций и лжи. Как именно? Еще раз повторюсь, за счет повышения цен инфляции выросли. Денежная масса в виде налогов, откуда там что-то направляют и что-то направляют и людям. Мы подготовили целую серию вопросов. Ни на один вопрос мы полноценного ответа, пожалуй, не услышали. Ну, может быть, были один-два технических, но что касается таких острых вопросов, мы ответа не услышали. На любую попытку инициировать дискуссию о налогово-бюджетной политике, каких-то аспектах деятельности Министерства здравоохранения, либо других структур, мы слышали только агрессивные нападки. Ну что ж, и люди увидели это поведение. Оказывается, нормальный вопрос. Да, тебя могут обвинить, оскорбить и так далее. То есть я считаю, что люди увидели, что поведение премьера, явно выходило за рамки. В свою очередь, госпожа Гаврилица назвала ваш ВОТУМ ничем иным, как спектаклем. ВОТУМ недоверие, по ее словам, полон вранья. 0% решения проблем, 100% пропаганда. Я же хочу вам задать вопрос. Ну пусть люди почитают, вы или журналисты, но в этом ВОТУМе недоверие цифры, проблемы людей. Получается, что проблемы людей, проблемы экономики и социалки, это все пропаганда? Ну пусть тогда люди знают, что их проблемы – это пропаганда. А люди, на самом деле, живут отлично. И правительство Гаврилица все решило. Я вам следующий вопрос хочу задать. Вы обещали озвучить антикризисный план, альтернативный, свой. Вот самое время его озвучить, хотя бы попунктно. Понятное дело, что я надеюсь, что это обширный документ. Что в первую очередь вы предлагаете? Не, ну это документ, над которым работают не только социалисты, работают и эксперты, работают и люди, которые никогда не были и вряд ли будут членами партии. Вот мы сразу обозначили то, что данный документ может быть рассмотрен и рядом партии, и он может расширить, как бы, да, свои составляющие. Вот мы обещали представить этот документ в начале октября. Не могу вам четко сейчас дать ответ, потому что это, опять же, работа большой команды разных людей. Не могу назвать конкретную дату, но, насколько я знаю, то есть в начале октября этот документ будет представлен полностью, либо, как вы говорите, или частично, по блокам. Не могу сказать, потому что, опять же, это решение ни одного человека. Ну, несмотря на всю браваду, как вы выразились, госпожи премьера, все-таки они понимают, что необходимы изменения некоторые, и в качестве одной из мер они видят перестановки в правительстве. Кровати будут двигать? Ну, я тоже говорила с экспертами в предыдущих программах о кроватях, но каких изменений следует ждать в этой связи все-таки? Ну, не вижу пока качественных изменений. То, что мы выдвинули, вот он, недоверие министру сельского хозяйства, аргументированной с цифрами, с ценами на продукты питания, вот что в воюющей Украине почему-то могут регулировать ценообразование, и продукты питания стоят дешевле. А у нас нет. У них могут влиять на формирование добавочной стоимости на продукты, нефтяные продукты. У нас нет. Вот, соответственно, мы озвучили еще целый ряд системных замечаний по работе министерства. Вот, на что, вот в том же ключе, что и вчера, прозвучали всевозможные атаки, обвинения в адрес социалистов, и отстояли под аплодисменты министра сельского хозяйства Герчил, чтобы по прошествии нескольких дней, молча, под покровом ночи, потому что тогда министр узнал об этом в 8 утра, бывший министр, отозваясь к министру и назначен. Когда уже настоящий министр под присягод? Да, а в чем проблема? Ну, слушайте, оппозиция четко указала на проблемы с сельском хозяйстве. Показала то, что нам нужно серьезно заниматься стимулированием собственного производителя, потому что надвигаются... Вот региональные, как раз, угрозы, мы говорили, что в этих региональных угрозах проблемы с логистикой, дорогая логистика, опять же, таможенные сборы, почему не инвестировать и не заниматься собственными продуктами питания? Вот они сказали мне, все, что мы говорим, это популизм. А Герчил вот такой парень. Прошло время, очень коротко, они сами его убрали. Я предлагаю на этом и закончить наш эфир. Телезрители сами сделают выводы. И я благодарю вас, господин Батрынча, за сегодняшнюю беседу. Спасибо за приглашение. Дамы, господа, я напоминаю, что сегодня в студии был вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПЦРМ Влад Батрынча. До встречи на канале НТВ Молдова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова